Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория Славинская, я художник, и вы на моём канале. Давайте поговорим о трендах 2022 года на Etsy. Ведь Etsy нам подкидывает статейки, именно говорящие о трендах следующего года. То есть они подготовили материал для мастеров, чтобы взяли на заметку, что же будет популярно в следующем году, то есть уже в этом году. И первый праздник, которому необходимо подготовиться для американцев и европейцев, это «Валентина в день». И я уже буквально на второй или третий день Нового года подготовила баннер к этому «Валентину в дню», для того, чтобы, так сказать, привлекать внимание. Но пока покупок, связанный с этим праздником, не было. Ну, у меня, в принципе, немного работы на эту тему, но тем не менее. Баннер уже есть, и у меня есть видео, как подготовить такой баннер. Смотрите подсказки, и под видео оставлю ссылку. Итак, смотрим, читаем, переводим статью. Ну, а что же она нам говорит? О том, что люди в этом году должны покупать вещи, предметы для дома, которые будут комфортные, которые должны быть красивыми и, конечно, радовать. Ну, в принципе, все как всегда. Да, я художник и говорю, ну, мне интересно, я рассказываю именно про картины, но такие тенденции, к примеру, связанные с дизайном, они тоже влияют на выбор картины, поэтому рассмотрим. Популярны будут вещи зеленого цвета, какие-то абстрактные, упрощенные, простые и связанные, возможно, с ретро-90-х годов. Это или всеми известные какие-то обычные бытовые вещи, которые подаются под новым углом, в новом дизайне, цвете, или же наоборот, какие-то современные вещи, но напоминающие какой-то там ретро-стиль. Ну, вот они предсказывают, что будет интерес к пастельным тонам, какой-то абстракции. А вот об этом они говорят в своей статье. Ну, можно соглашаться с этим мнением, можно нет, все увидим. Как минимум, мы можем прислушаться, взять на заметку и, возможно, пару каких-то работ сделать в таком стиле и посмотреть реакцию, будет ли отклик у людей, ну, уже впоследствии думать над тем, какие изменения внести в свои листинги или в свои работы для того, чтобы больше привлекать внимание клиентов. Ну, или может поменять свой стиль, стоит на этой площадке. Вот по фотографии можно увидеть, что, в принципе, вот этот минимализм, даже вот в декоре, он присутствует практически на всех фотографиях. В этом что-то есть, хочется какой-то простоты, воздуха, чтобы не нагромождало цветом, сложная форма, детализация и так далее. Но, с другой стороны, если все последуют этому совету, все начнут в этих стилях делать картины, допустим, иллюстрации, то будет очень большая конкуренция. И, конечно, тут стоит задуматься, в какую нишу хочется попасть. Занято хорошее лидирующее место и найти своих клиентов. Ну, мы все этого, конечно, хотим, но тут только интуиция, наверное, подскажет все-таки, как поступать. Да, вот еще они описали, что будет интерес к зеленому цвету. И, в принципе, на фотографиях мы встречаем такие иллюстрации и работы в этих оттенках. Ну, интересно, мне зеленый сейчас тоже заходит. Такие статьи стоит читать для того, чтобы расширять свой кругозор. Конечно же, может делать какую-то корректировку в своих работах. Но я, если сравнивать мои работы и к тенденциям, которые здесь показаны, то у меня все противоположно. У меня яркое, детальное все. Ну, такое буду смотреть и что-то думать, как изменить к лучшему. Переходим на сам магазин и смотрим поисковую строку. То есть ничего не убиваем, а просто смотрим запросы, которые более популярны. Вот среди этих самых популярных запросов на сейчас есть вал-декор. То есть декор для дома. Сюда категория картин как раз и попадает. Так что нажимаем и смотрим, что же на первой выдает нам странице. Подтверждается все, что было написано в статье. Мы видим абстракцию, минимализм. Вот где-то прослеживается зеленый цвет, пастельные тона. То есть в принципе, действительно, пока по поисковым запросам и выдаче можем наблюдать такой вот результат. Ну что, конечно, можем зайти посмотреть в магазины мастеров с первой страницы и глянуть их полные перечень работ, чтобы составить свое мнение. Конечно, вкусы американцев, потому как этот рассчитан сайл для американцев и для европейцев, отличаются вкусы от наших славянских. Вот как вы считаете, ну, ваше мнение? Нравятся такие работы, такой стиль, такое направление? Пишите в комментариях. Интересно узнать ваше мнение. Особенно у коллег, художников или у тех, кто занимается творчеством. Ну, не знаю, мне с какой-то стороны вот минимализм близок, но в работах мне не удается выдержать такой стиль. Надо, может, переучиваться, я не знаю. Стоит пробовать. Если вы еще, конечно, не нашли что-то свое, если уже нашли и есть определенный круг почитателей, то можно экспериментировать, но там единично. Если уже есть стиль, то поиска же нет, уже как бы просто делаешь наработанные какие-то сюжеты. Но если художник еще в поиске находится, то как раз вот такой обзор и такой анализ может дать толчок к тому, в какой стиль уйти. И наоборот, может, это поможет найти свой индивидуальный какое-то направление. Вот интересное, мне понравилось, сошла на страницу посмотреть. Это печать на ткани, оформленная вот в такие круглые, ну, для вышивки, я не знаю, как они называются, кольца. Вот интересная идея, при том продает человеку уже набор, что можно сразу повесить. И продумано уже, как повесить. Я так понимаю, на какой-то липучке что ли вежется, потому что не на гвозди. Ну, хорошая идея, упакована красиво. И видно, что продаж уже очень-очень много у этого мастера или это, может, компания. Уже не один человек здесь работает, скорее всего. Вот идея крутая, конечно. Ну, мне как художнику интересно, конечно, темы этих изображений. Видно, что вот они в голубых, ну, в таких пастельных тонах всё-таки не очень ярких, смотрится очень круто, круто подано, ну, не знаю, просто хочется посмотреть и себе что-то подобное придумать. Опять же, если что-то подобное придумаешь, это уже не будет новым, там будет уже повторение некой идеи. И найти своих клиентов будет непросто, потому что уже эта ниша кем-то занята. Остаётся только себе брать на заметки какие-то, может, моменты в плане оформления магазина или тем сюжетов. Вот, ну, мне вот нравятся подобные рамочки. Вот, ну, классно, это правда. Вот этот сайт мне тоже очень понравился, этот магазин. Здесь всё в таких тонах, я не знаю даже, как их назвать, даже не пастельные, а вот серо-такие, бежевые. Ну, они действительно дают какое-то спокойствие, я не знаю. Я вот в своём творчестве как не хочу попробовать нечто подобное создать. Вот это, кстати, работа маслом. Ну, вот это печать на холсте, ну, или там на бумаге. Но сам факт, что работа маслом сделана. Так вот, я как ни пробую сделать в таком стиле, у меня всегда что-то, всё яркое выходит. Хотя яркое тоже остаётся в трендах. И есть свой слой людей, ну, слой, наверное, неправильно сказать, категория людей, да, которым нравится именно такое. Вот объёмность тоже вот остаётся трендом. Так что любимая, наверное, импаста всё ещё остаётся модным и популярным. Можно, кто пишет маслом, оставаться спокойным. Хотя что, всем необходимо оставаться спокойными для того, чтобы это творчество шло легко и получались классные работы. Так что, сделав такой небольшой, кратенький анализ по ЭТСи, да, по трендам 2022 года, я поняла, что художнику нужно расслабиться и делать что-то вот, что идёт легко, без напряга, не заставлять себя. Вот хочется каждый день что-то рисовать новенькое, вот делаешь, не хочется не делать. То есть идти вот с ощущением того, к чему лежит душа, и чтобы это было, ну, действительно текло как-то свободно. Вот понятно, что делать всё-таки надо, потому что нас оценивают, и результаты мы получаем по нашим действиям. Но не всегда эти действия должны быть прям заставив в гуляловках какая-то и какой-то напряг. То есть этот напряг может клиент тоже почувствовать. И, ну, вот поэтому тоже может не пойти. Это я себе такую заметку взяла на следующий год, чтобы вот не напрягаться, а делать вот в потоке что-ли, найти свой вот творческий поток и в нём двигаться. Чего я всем, в принципе, и желаю. Да, вот, кстати, стоит сказать про акварель. Многие блогеры, я услышала, что акварель не пользуется спросом. Так вот можно увидеть на примере, что есть магазины, у которых там по 20 тысяч продаж, работ, которые очень напоминают, ну, может, это и принты, и принты, не знаю, как правильное ударение, принты, принты, которые напоминают акварель. И, может, это просто печать на холсте, но тем не менее, что можно делать такие работы, и они пользуются спросом. Я думаю, что просто стоит делать какую-то серию работ в одном вот направлении, или как вот было ранее видно, что там лягушечка, и она там в 10 цветах разных сделана. Вообще, я считаю, что к таким обзорам, к трендам, к статьям, которые предсказывают, что будет популярно и на что обратить внимание, стоит относиться более философски. То есть, да, мы понимаем, какие есть тенденции, но никто вам не дает гарантии, что вы этим займетесь, и оно принесет вам продажи бешеные или внимание к вашему магазину. Но все зависит от миллиона других причин. Такой анализ дает нам насмотренность, и это тоже хорошо. Буду на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поддержите его лайком. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока и хороших продаж!